Сегодня в России день солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям в Беслане в начале сентября 2004 года. Тогда в результате захвата школы погибли больше 300 человек, 186 из них дети. 15 лет назад заложниками бандитов в Беслане стали больше тысячи человек. Но сегодня вспоминают жертв не только этого теракта. В тот год страшные новости приходили из разных регионов страны практически каждый месяц. Взрывы в метро в Москве, на стадионе в Грозном, на рынке в Самаре. В августе смертница подрывают два пассажирских самолета. Москва-Волгоград и Москва-Сочи. Минуты молчания сегодня по всей стране в памяти о всех жертвах терактов. В Чебоксарах акция памяти прошла в ДК Хузангая. Там сегодня показали специальный репортаж о трагических событиях в Беслане. Здесь же прошла выставка средств защиты. Ими пользуются специальные подразделения, которые первыми приходят на помощь заложникам. Вот, например, бронежилет последней модели «Багарий». Как думаете, вот бегать таким, каково? Тяжело. Я желаю, чтобы все было хорошо и чтобы больше войны не было никогда. Память – это то, что нужно живым. Чтобы такое не повторялось ни в Беслане, ни в одном другом уголке планеты. Чтобы каждое поколение понимало, к чему могут привести любые радикальные проявления. Ольга Бырочкина, Борис Андреев, Республика.